Ночь искусств в этом году проходила сразу на нескольких площадках. Одной из них стал Дворец культуры. Здесь митровчане могли интересно провести время и принять участие в творческих мастер-классах. Например, освоить основные танцевальные па на открытом занятии по бальным танцам. Все желающие с удовольствием повторяли за педагогом шаги, вырабатывали чувство ритма. Танцу все возрасты покорны, доказали участники мастер-класса. Они двигались в ритме вальса, танго, ча-ча-ча, заряжаясь положительной энергией и даря друг другу улыбки и хорошее настроение. Тренинг по хореографии провел руководитель клуба любителей бального танца класс Вячеслав Гулаков. Кому-то ближе пение. На практикуме по вокалу опытный педагог знакомил с различными вокальными техниками, помогал освоить правильное певческое дыхание, раскрыть вокальные данные, наполнить свой голос новыми красками. Мастер-класс провел лауреат российских и международных конкурсов, руководитель вокальной студии Бельканта, Дома культуры созвездия Вячеслав Лебедев. В это время на другой площадке разгорались жаркие споры. Здесь проходила интеллектуальная игра «Ларец», в которой участники, разбившись на команды, демонстрировали свою логику, внимательность и эрудицию. Задача простая – отвечать на вопросы из самых разных сфер. Время ограничено, вопросы тематические. Часть из них была посвящена столетию Великой Октябрьской революции. Другой блок – вспомни 90-е. Здесь командам нужно было угадать название модной прически или популярной 90-х модели брюк. Конечно, были вопросы по культуру и искусство. В игре приняли участие 9 команд – сотрудники администрации, творческие коллективы, команда управления по развитию культуры и туризма, команда музея Дмитровский Кремль и другие. Мозговой штурм длился более двух часов. Акция «Ночь искусств» с каждым годом пользуется все большей популярностью, объединяет людей и приобщает их к искусству.